В 2021 году количество разводов в Республике Молдова увеличилось на 10% по сравнению с 2020. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Демографы утверждают, что большинство разводов приходится на жителей сельской местности и среди прочих причин отъезд за границу одного из супругов. Психологи же говорят, что высокий процент разводов – это одно из последствий пандемии, когда люди стали проводить больше времени вместе. По данным Национального бюро статистики, в 2020 году было зарегистрировано чуть более 8600 разводов, а в 2021 уже 9900, что на 10% больше. Больше всего случаев расторжения брака отмечается в селах. Это специфика числа разводов в Республике Молдова. Оно выше в сельской местности. Раньше такого у нас не было, ведь традиционно в сельской местности особое отношение к институту брака. В настоящее время там наблюдается большой рост числа разводов, а это объясняется в первую очередь высоким уровнем миграции. 54-летний Серджио Татарчук из села Гындеш с Флорешского района говорит, что развелся после 12 лет брака. Мужчина говорит, что с его точки зрения причиной стал его отъезд в Россию, где он работал. Я был за границей, моя жена была здесь. Я не знал, что она делала. Она не знала, что я делал. Работы нет, денег на содержание детей и семьи нет. Раньше занимались скотоводством, а сейчас ничего. С Сергеем соглашаются и другие сельчане. Жены уезжают, им здесь нечего делать, а мужчины остаются одни. Это и есть одна из причин. Вторая причина в том, что в стране нет работы. Люди остаются без работы и ищут в другом месте. И мужа или жену это не устраивает, и они подают на развод. За границей разбивают семьи. Либо один, либо другой уезжает там, куда они едут, встречают кого-то другого и возвращаются домой, уже зная, что не могут больше жить вместе. В этом причина. Люди долго живут в разлуке. Год, два, три дети страдают. С другой стороны, психологи считают, что рост числа разводов в прошлом году напрямую связан с пандемией. В этот период супруги проводили вместе гораздо больше времени и поняли, что несовместимы. Раньше у них была возможность ходить на работу, развлекаться, и они отдыхали друг от друга, встречались только вечером. Люди бегут от скуки, люди ищут что-то новое. Поэтому пандемия стала причиной разводов. Часто люди видят отношения как место, где они борются с внутренними конфликтами. Это и приводит к разрывам. Вот что советуют психологи парам, которые находятся на грани развода. Попробуйте обратиться за помощью к специалисту. Посмотрите, осознаете ли вы, что такое отношение в паре, есть ли совместимость между партнерами или нет. На каждом шагу должен быть диалог, конструктивный диалог и ответственность. Согласно официальным данным, в 2021 году увеличилось и число желающих вступить в законные отношения. Это может быть связано с послаблением ковидных ограничений. Так, в прошлом году было заключено 15 600 браков, что на 600 больше, чем в 2020. Средний возраст мужчин, впервые заключивших официальный союз, 29 лет, а женщин – 26.